Ну хорошо, продолжаем с этим же соперником, тогда в отличие от предыдущего матча я разберу сразу 4 партии. Хорошо, давайте в этот раз сыграем Е4. И, ну давайте, вариант Алапина. Не буду применять Гамбит Мора, к тому же у нас теперь в шахматном Фениксе появился другой специалист по Гамбиту Мора. А я вот как раз в последнее время применяю его довольно редко, по Нев 6. Ну, одно из крайне надежных продолжений, из-за черных на самом деле здесь у них нет никаких проблем. Ну, такой он Д2, ход достаточно редкий, но, судя по всему, мой соперник и здесь все знает. А Фикс Д6, если не ошибаюсь, может быть не сильнейшая. Что вообще на Фикс Б3 задумал, я пока сходу не пойму. Действительно, Ф7. Давайте попробуем Фикс Б3. Сейчас по скорости реакции со стороны моего соперника можно будет понять, зевнул он Фикс Б3 или это какая-то глубокая дебютная подготовка. Ну, судя по всему, все-таки зевнул. Я сомневаюсь, что здесь у меня позиция там настолько хороша и выиграна, но... В целом, трудно было удержаться от хода Фикс Б3. Я ожидаю, что просто мне на Ф7 сейчас отдадут ходом кунь Ц6. Я возьму на Ф7, после король Д8 там надо будет разбираться дальше, да. Но... Должно быть у белых нормально. Кунь Ц4. Есть вход, тогда просто Фикс С7. Вот, может быть, это как раз то, что надо. Кунь Ц4. Никаких вроде бы трюков я не зеваю сразу. Все шахи прикрыты. То есть, играть, так скорее всего, можно. И на Фикс С7. Или на Фикс С5. Фикс С5 просто СД, наверное, неплохо смотрится. Тогда Фикс Б4, если передник меняет Фикс С7, это немножко неприятно. То есть, может быть, есть смысл конем побить. Давайте конем побью. То есть, разница в том, что я после коня Д4 и ЦД в белых черных уже разменен коней. Они не получают доступа к полю Б4. Соответственно, не меняют Фикс С7. У меня личная пешка, точнее, у меня даже нет, на самом деле, личной пешки, в случае взятия на Д4. Она была бы вот после ЦД Фикс Б4, но мне не хочется менять Ферзей. Все-таки у черных король на Д8. Хочется поиграть на мат. Да, Фикс С7. Мат, это, конечно, не получится поставить сразу. Но позиция, конечно, очень хороша. Надо куда-то развиться. Ну, наверное, начать с 2-0. На Е6 есть конь Е5. Там все нормально. А, стоп, 2-0, слон Е2. Почти зевнул такой трюк. Я, кстати, на него все равно не верю. Там должно быть все нормально. Конь Е5, слон Ф1, там, слон Ф4. Какая-то жертва. Но, с другой стороны, зачем она мне надо? А, погодите. 2-0, слон Е2, ладья Е1. Слон Ц4, слон Ц4. Все нормально там тоже. Ну, давайте, хорошо. 2-0. Все-таки ход очень естественный. И просто Е6, да. Но тогда конь Е5. Сейчас у черных подвисает пешка на Е6. Ну, по большому счету, конечно, видно, что позиция у черных катастрофически плоха. Но ее еще надо довести до победы. И слон Е5 и исход, да. Неожиданно мой соперник будет в этой партии нападать на мат. А, погодите. Там, наверное, вот этот трюк проходит ДЕ. И здесь слон Ж4, Ферзь Д1. Неожиданная такая вилка. В белых какой-то короткий микс. Все фигуры по первой горизонтали. Но черные теряют коня. И здесь, конечно, я эту позицию доведу до победы. Могу поменять Ферзей. Наверное, поменяю Ферзей, чтобы лишить соперника всех иллюзий. Вот он бы чуть не сдается, но даже с моей реализацией, скорее всего, справлюсь с этой позиции. Я ведь уже начинаю играть довольно некачественно, но здесь слишком-слишком большой запас. Да. Комментировать по большому счету нечего. Мне надо напасть на какую-то пешку. На этом партия должна закончиться. Конечно, пытаюсь это делать максимально аккуратно. И, наверное, в результате получаются ходы неточные. Но, повторюсь, тут слишком-слишком большой запас. И по времени, и по позиции. Терник надо отдать ему должное. Бьется. Я бы 7. Тут есть некоторый риск зайти в какой-нибудь патт. Но, конечно, пока это выглядит утопией для черных. Доедаю последнюю пешку. Ну, и теперь пешки на королевском фланге пойдут вперед. Если мне не удастся мат поставить сразу. Есть соблазн поиграть на мат. С другой стороны, есть также риск зайти в патт. Поэтому, наверное, я все-таки не буду этого делать. Распатую черного короля. Теперь уже можно смело надвигать пешки. Соперник, кстати, довольно долго продолжает сопротивление. У меня уже 20 секунд. То есть надо слегка ускориться. Но, конечно, на 20 секунд в такой позиции все равно более чем достаточно. Для победы. Ладьяш 1, Ладьяш 1, кстати, был сразу мат 2 хода. Но ничего не мешает мне это сделать чуть позже. Ну, давайте еще одну с ним же. Хорошо. Коневт 3. Соперник слегка меняет пластинку. Ну, давайте, давайте, хорошо. Давайте пойдем в славянскую защиту. Из моих любимейших дебютов в ответ на Д4. Да, ну и вот так называемый вариант Соколова. Здесь Ф3 у долгие годы был основным ходом. Потом белые стали довольно часто играть Х4. Но Ф3 прежде всего на второй планте в полной мере не ушло. И4, да. Вот этот вариант, кстати, для Блица довольно противный после ДЕ. Потому что там нужна очень точная реакция. Которую я довольно редко демонстрирую. То есть позиция у черных нормальная. Но реагировать нужно очень точно. Здесь слон Е6, насколько я помню. Сильнейший ход. Конь Д7 или конь С4? Конь С4, слон Д4. 3-0, просто слон С3. Ф6. ЕФ, ЕФ, Б3. Е5, слона 5. Ладно, давайте забросим слона. Я, конечно, пытался сделать вид, что считаю какие-то варианты. Но вряд ли они имеют серьезное отношение к объективной реальности. Стоит ли нападать на этого слона или приберять что-то возможно? Наверное, пока приберегу. ЕС на С4 может немножко неприятно оказаться. Все-таки я верю в то, что у черных фундаментально здоровая позиция. Здесь они не должны очень плохо иметь. Так, ФС на С4. Там тоже, в принципе, все нормально. Но, конечно, белые получают этого сильного слона на Е5. С другой стороны, у черных этих слонов 2. Это можно срять король Ф7, придержать пункт Ж7, потом вытащить слона куда-то в район поля Б4 или С5. Пока слон Б3. Да, вообще-то не так очевидно. У белых все-таки очень серьезные есть стратегические плюсы в этой позиции. Я по-прежнему считаю, что она нормальная для черных, но вот уже не настолько уверен. Ладья быстро идет на линию Д. А, полетел. Ладья идет на линию Д, но не быстро. Потому что пока слон на Б3 довольно неприятно обрезает белых. Ну, значит, король Ф7 тогда можно. В жертвы качества ладья Д1 мне слабо вярится. Вот хорошо для меня то, что черные, в общем, белые сразу этого слона на Б3 не сбивают. Белые хотят сыграть Ф5, видимо. Сегодня серьезная гроза на самом деле. Но я все-таки выброшу слона на Б4. Мне надо заканчивать развитие ладьона Д8, подтягивать и искать контр-игру. Слон С3 на Слон С3 это в некоторой степени хорошо для меня. То есть теперь можно все-таки не опасаться того, что мне дадут мат. Конь может перейти на поле Е5, но тоже сразу это не произойдет. Ладья Д4, активизируя свои фигуры. Да, здесь у черных полный порядок, но по времени я, конечно, отстал. В принципе, я должен заметить, что соперник мой в партиях, которые он играет белым цветом, создает довольно серьезные проблемы для меня. Если не шахматные, то, по крайней мере, проблемы игровые. Хотя, наверное, это в какой-то степени одно и то же. Я могу взять на Б2, но пытаюсь играть более амбициозно. Амбиции могут в итоге обернуться тем, что я получу какой-то мат. Но с другой стороны пешки идут. Могу взять и взять на Б2. Почему-то сразу это не заметил. Ладья Ц6. Так, ладья Ц6, что мне делать? Ладья Ц2 не работает. Там С2, Б3, но там просто ладья Б5. Пешку отдавать обидно, но, видимо, придется. Ну, обидно. Но придется. Так, куда перевести слона побыстрее? Но времени у меня мало, надо как-то ходить. Слава не знает, зачем я на 2 слона запер. Теперь он как-то странно смотрится. Ну, хотя бы пешка далеко продвинутая. Может быть, что-то и получится. Хотя у белых тоже. Проходная бежит вперед. Слон Б1, с идеей белого коня сразу на Д5 не пропустить. Сейчас король пойдет вперед, конечно. Но я при случае ладья Д2, путем ладья Д2, там обрежу короля. Кстати, этот слон на Е4, он еще при случае... При случае поля Б7 контролирует, с которого белые могли вначале задерживать мою пешку. Похоже, что здесь черта все-таки побеждает. Но сейчас... Конечно, будет интрига. В плане того, что у меня падает флаг. Конь С4, конь идет на Д6 с аматомовыми идеями. Это очень неприятно, кстати. Я пока не вижу, как защищаться. Да, удивительно, что здесь у меня ничего нет, но похоже, что ничего нет. Да, но здесь уже совершенно все проиграет. Понятно, такой Д6 и Е7 просто выигрывал. Такой Д6 странный ход, после которого выигрывал, видимо, я. Но, опять-таки, не успел отреагировать. Ну, хорошо, получается интересный матч. Давайте еще пару партий сыграем. Посмотрим тогда все сразу. Продолжение следует...